Я хочу говорить о росте, о важности росте сегодня. Каждый должен работать на том, чтобы он рос или возрастал. Мы все должны расти, и мы должны работать над этим. Каждый из нас, мы должны работать над тем, чтобы мы возрастали на трех уровнях. Мы говорим о том, как состоится финансово, но не только финансово, а вообще в жизни. Как нам построить фундамент, как нам создать пошву, платформу, на которой мы можем иметь будущее. Так что сегодня о росте, о важности роста, я хочу говорить. Мы все с вами должны расти, мы должны следить за собой, что мы растем. Многие из нас, к сожалению, мы растем, вы знаете, как только вот габариты. А там, где важнее всего расти, за шестую мы никакое движение в период не делаем. Вот, нужно расти обязательно. Каждый человек должен следить за собой, чтобы он растет духовно, во-первых. Духовно. Чтобы расти духовно, надо кушать духовно. Надо работать над собой духовно. Надо через Слово Божие, через общение с Богом, личное отношение с Богом, через, you know, проповеди, хождение в церковь. Но каждый должен иметь программы, под которые он растет духовно. Но мы не будем говорить, мы не будем останавливаться на этом много, потому что мы об этом постоянно говорим, поэтому мы ходим в церковь. Кроме духовный рост, каждый человек также должен работать над тем, чтобы он рос интеллектуально или социально. Социально-интеллектуально, можно вот так сказать. Каждый из нас должен возрастать социально-интеллектуально. Социально-интеллектуально. То есть мы должны расти, работать над собой, как мы понимаем мир. Работать над своим восприятием мира, над своим мировоззрением, над своим умом, над своим интеллектом. Чтобы мы растем интеллектуально. Для этого надо читать не только книги духовные, надо читать книги общеобразовательные. То, что полезные. Надо смотреть новости, надо читать газеты, надо считать общие полезные вещи, которые сделают вас способными разговаривать на должном уровне с людьми в любое время. Третье направление роста, над чем мы с вами должны работать, чтобы мы растем постоянно. Это нам надо работать над тем, что мы растем профессионально, а профессионально, материально. То есть тоже два такое сочетания. То есть профессионально, с одной стороны, которое должно подвести к улучшению нашего благосостояния. И материально тоже рост. То есть надо также следить и иметь программу на то, чтобы расти. Если вы специалист, если вы работаете, если вы имеете призвание, чтобы расти в этом направлении. Если вы врач, надо работать, чтобы расти, чтобы было то, что мы называем повышение квалификации. Если вы учител, если вы... Ну, как бы вы ни были, это нормально, что вы считаете литературу по вашей области и копаете, и ищете знания, чтобы больше и больше расти в этом направлении. Но не только материально, но видите, я сказал материально, а как я сказал, профессионально-материально. То есть не только профессионально надо расти, надо сосчитать с этим и материальное благополучие. Потому что мы живем в реальном мире. Мы живем в реальных нуждах, среди реальных проблем. И это одно дело, расти профессионально, но если это не приводит к тому, чтобы улучшить наше благосостояние, то надо нам начинать обучать себя и работать над собой, чтобы параллельно расти и материально. То есть каждый должен строить себе финансовую историю, как на Западе говорят, финансовую историю, то есть финансовую как бы платформу, базу, чтобы вы знали, что завтра, даже чтобы со мной не получилось, я не пропаду. Вы знаете, какое настоящее нормальное определение богатства? Богатство – это не зависит от того, сколько количества денег у вас есть в данном случае. Потому что мы считаем, что богатый человек – это человек, у кого есть дом, у кого есть машина, у кого есть роскошь и все. Но на самом деле, богатый человек – это человек, который способен, если он перестанет работать, или что-то с ним случится, способен продолжать жить. Вот, насколько вы богатый – это насколько вы сможете продолжать жить, если вы сегодня не будете ни проповедовать, ни работать, ни ездить никуда. Вот, сколько вы проживете? Месяц? Два, полгода. Год. Вот, это определяет уровень вашего благосостояния. Богатые люди, если они даже не будут работать, они имеют источники, они имеют достаточно, но заутвержден, то есть какие-то забитые источники, такие, которые они уже, как мы и говорим в словах, они уже себя утвердили, они уже установили такие конкретные источники, которые приносят им доходы, несмотря на то, что они работают или не работают. Большинство людей, которые мы называем богатыми, если вдруг они попадут в аварию, станут параллельщими или парализованными, или заболеют, сразу станет через год уже никто, уже будут просить деньги у родственников, чтобы их задержать. А это проблема. Поэтому нужно развивать, и надо работать над собой, чтобы мы были финансово грамотными, и чтобы мы были в состоянии строить свое финансовое будущее, и чтобы мы знали, как это делается, как забывается финансовый источник, такой, который может позволить нам не только иметь базис, или источник, который будет нам давать деньги, но больше того, чтобы этот источник и это поступление постоянно возрастало. Не из простых задач, правда? Вот рост должен быть в этих всех направлениях. Каких трех направлений мы должны следить, что мы растем, что у нас рост, повторите, пожалуйста, то, что писал. Ни слышу громко. Духовно. Второй направлений роста. Ни слышу. Сусиана. Интеллектуана. Я говорю за интеллектуане, но я не, я только сейчас помню, что я не затронул соусиана. Соусиана имеется в виду, что нужно не быть островом в себе. Нужно уметь, как общаться с реальным миром, в котором мы живем. Мы с вами живем в реальном мире, в реальном мире, с реальными людьми. Если вы живете в мире, то вы должны знать, как общаться с людьми, как строить отношения в доме, в семье, в обществе, на работе, то есть и иметь просветающие отношения. Не просто жить как-нибудь. То с детьми не ладится, то дети ненавидят, не воспринимают родителей, то родители не воспринимают детей, то драки. Есть такие в церкви люди, у них нету роста, улучшения отношения, начиная с дома. А некоторые, имеют нормальное отношение дома, но у них нету роста, улучшенного отношения на работе. То есть нету улучшения, нету просветания. Короче, мы должны просветать, не только материально, мы должны иметь просветание, даже социально в обществе. Допустим, некоторые люди угнетаются от того мысли только, что они живут в Украине. Ну, они не уютно себя чувствуют, они просто страдают и все. Потому что они не просветают, у них нету просветания социально. Или некоторые люди идут на работу, но не воспринимают людей на работу, они страдают. Ну, не получается, нету просветания на работе. Вот. А для того, чтобы было просветание на работе, нужно над этим работать. Нужно работать над тем, надо уметь общаться с людьми. Нужно работать над собой, чтобы навыки получили. Надо навыки находить, как мне найти общий язык с своими членами семьи. Для этого есть очень много массов книг об отношения в семье, которые у нас есть. Вот в этом надо, поэтому мы и считаем эти книги, чтобы мы росли. Некоторые люди имеют плохое отношение с братами и сестрами. Вообще, кроме них, все плохи. Значит, у тебя проблема. Значит, у тебя, ты социально неприспособленный элемент, или как говоришь. Человек, ты просто весь социально неприспособленный, а надо, чтобы уметь быть социально приспособленным. Некоторые общаются социально, общаются, но есть разные, как вам сказать, результат или разные плодов общения. Тут вы подумайте, какой ваша жизнь социально ваша жизнь дает плод или нет, или какой плод ваша жизнь дает социально. Ваша жизнь дает положительный плод после общения с вами, короче, как люди себя чувствуют. Классно, на крылья летают, только потому, что с вами пообщались, или наоборот, как только, что с вами пообщались, люди все от вас отходят плачущими, со слезами. Это тоже говорит о том, насколько мы способны, насколько мы имеем просветание социальной сферы нашей жизни. Есть некоторые, которые сами несчастливы от своих взаимоотношений с внешним миром, а есть некоторые, которые ожидают, чтобы весь мир вращался вокруг них, которые делают все других несчастливы. сокрыть, но это и тот, и другой провал, то они имеют роста, они имеют просветания. Но когда ты сам счастлив от твои взаимоотношения с людьми, потому что ты навык в принципе любви усвоил, в принципе взаимоотношения усвоил на работе, в обществе и в той стране, государстве, где ты живешь. Так, и когда ты сам счастлив, и когда ты еще приносишь пользу, служишь и даешь людям, и люди тоже счастливы от того, что они с тобой общаются, счастливый человек. Можно жить, можно улыбаться, можно прилететь, можно лететь 22 часа, как я, 22 часа с вчерашнего дня лишу, уже даже больше, сейчас уже, сейчас уже 36 часов, как я на ноге, и все равно уметь улыбаться, все равно бить, еще стоять на ноге, все возможно. То есть, вот в эти трех направления нужно работать, чтобы третий, какое третий направление, которое надо работать, которое надо расти? А? Профессионально материально, по-моему, я и то, и другой трон, но касаемся. Слушайте, нам нужно расти, а если мы растем не вниз, а вверх, если мы растем к прибавлению в эти все направления, тогда мы говорим, что у нас есть просветание, мы благополучно просветаемся, мы живем благополучно, мы просветаем, мы растем, мы наслаждаемся жизнью. не обязательно, что у нас уже все хорошо, что я уже миллионер, я не миллионер еще, да, вы не миллионер еще, может быть, но, если есть задатки, и если есть хорошие основы, на то, что я уже об этом не только думаю, если я уже над этим работаю, социально, профессионально, материально, чтобы там было хорошо, чтобы постоянно у меня был подъем, 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 на меня, и постоянно поднимаюсь профессионально, а потом поставить систему материально, свою жизнь, поставить свою жизнь на конвейер, разработать систему, а как это делать, наверное, кто-то спрашивает, как разработать систему, чтобы моя жизнь постоянно развивалась, материально, финансово, я уже эти лекции считаю три месяца, и я как раз это очень много говорил об этом, я ради специально поставил здесь у нас церкви пастора, который должен помочь любому члену церкви, пастору Геннадию, что кто хочет поставить на ногу свою финансовую, материально-финансовую жизнь, чтобы он подошел, чтобы тот давал консультации, если у вас есть, что продавать, хорошо, если нет, что продавать, чтобы начать бизнес, все равно вам подскажут, что у вас есть, если ничего, ничего нет, все равно вам скажу, как начинать, как вы можете начинать строить свою материально-финансовую жизнь, или же можно брать все эти кассеты, которые я уже считал по всем четвергам, и слушать их, и начинать знать, что да, есть возможности, есть перспективы, можно начинать строить, не говорили, если у вас даже 200 долларов есть, даже если нету 200 долларов, можно есть пути, как дойти до того, чтобы у вас было 200 долларов, мы это все уже прошли, я не буду повторяться, хорошо, но я просто хочу говорить именно о необходимости, о важности того, чтобы мы постоянно растем, то есть самое важное, что это есть такая необходимость, чтобы у вас была разработанная личная для себя программа, для своей жизни, что я хочу постоянно расти, и для этого у меня вот это поставлено, чтобы меня привело через 10 лет к такому результату, или через год, или через два к такому результату, а тут я поставлю себе в такой системе, что я буду постоянно расти, и через год я буду на таком месте, через 5 лет, через 2 года, через 10 лет, это профессионально, материально, а если мы возьмем социально, как я сказал, социально интеллектуально, какие книги я считаю, как я общаюсь с людьми, как я развиваю себя, тоже, я всегда полезен в обществе, я всегда есть благословение для людей, и самое главное, я сам не в депрессии, я живу, расту и наслажаю жизнью, и другим еще благословляю, и поощряю другим жить, потрясающая вещь, но надо систему, если вы не поставите систему, чтобы расти интеллектуально, социально, или социально-интеллектуально, если вы не будете работать над этим, скажу вам, год первый, когда вы идете в церковь, вы будете, у вас будет автоматически просветание, потому что это благодать делает, дух святой делает, автоматически, вы приходите, все класс, я все люблю, но хочется считать, считаю, все класс, хочется жить, то есть социально, класс, я счастлив, я хочу в церковь, бегу в церковь, интеллектуально, о, на работу спешу, расту, поток силы есть, это в начале, но если вы хотите знать реальность, реальность заключается в том, что есть такое понятие, как сгорит, сгорание, сгорание, или как там сказать, то есть это естественный процесс, это естественный процесс, это естественный отбой, или как я сказал, естественный показатель, вы через полгода или через год, все, вы уже привыкли ходить в церковь, уже все знакомо, уже все знают, вот теперь что, благодать, уже почему благодать уходит не уходит но благодать как не такой на меднату как было в начале почему побоку еще чтобы ты строим бог говорил то слышит мои слова тот подобный человеку который благоразум который строить свою жизнь на к на к на камне то есть бог ожидает чтобы сначала благодать несет нас тут просто носит все достойно но приходит время когда нужно начать эй а штулся строить за задать свою жизнь кирпич на кирпич камни на камни строить созидать а чтобы заседать надо уже самому прилагать усилия вот короче и когда в процесс когда нужно уже начинать строить свою жизнь чтобы считать чтобы показать и слышать чтобы дисциплинировать себя чтобы школу идти чем профессионально уже начать начинать искать врач если раньше как будто ты еще не успел молиться уже вот тебе уже пришли ты еще не успел об этом думать уже на тебя засунули то теперь молиться но молиться не то что не засуну как будто вообще в боксом глухой а при этом бог уже чтобы развивать свой характер чтобы меньше вера студия и многие люди на этом этапе а сей ваша падает и теряют просветание может быть они еще ходят в церковь еще но уже не то уже нету дни того огня не того того желание не того это самое потому что они не поставили систему чтобы они разлили постоянно профессионально что я буду каждые полгода профессиональном плане допустим х то с повышение про левикасе допустим или читать новые книги или допустим искать по интернету материале или идти на консультации или идти слышать лекции не знает вы должны разработать для себя как я буду расти профессионально постоянно то же самое планы социально чтобы у меня было хорошие отношения постоянно в семье я не могу сказать что потому что я уже написал одну книгу или 2 книги я сам на отношении в семье что я все уже знаю вы знаете что я понял для себя тем больше я живу в семье тем больше я начинал понимал что каждый ты надо еще больше изучать надо еще больше посчитать надо еще больше отвечать потому что то что я даже сам узнал и делал вчера я уже забил сегодня я еще что я знал завтра что я должен делать не хочешь или но бета плод берет свою я должен сам себе выжигать и за гореть и так из себя сам считал свою книгу который я сам писал и учусь опять сколько бы я не считал так что это жизнь так друзья мои то есть это если не работать над этим поймешь что слушая я все уже весь мир уже научил как жить а я сам еще а я сам еще не понял как жить короче потому что почему такие вещи бывают почему люди которые свидетельствовали вчера что у них классная жизнь что у них все здорово сегодня у них уже проблемы а потому что перестали работать поэтому это то что касается семьи и что касается общества тоже самое что коллег ты хочешь иметь просто и постоянно общину просветание социально социальной сферы в обществе и так далее работать надо над этим тоже в этом направлении и систему надо ставить это мы считаем книги постоянно растительными поэтому если им проповеди поэтому мы но ищем и строим взаимоотношения и так далее и и духовно то же самое почему некоторые люди которые горели вчера весь мир отели перекаять их вообще уже вообще не то что в церкви нет вообще во кресте вообще уже нет потому что они пришли на ура ура все класс все класс здесь а все все я все знаю но потому что они поставки и для этого я буду хотя бы раз хотя бы одну книгу месяц считать хотя бы я буду но одну кассету в неделю услышать хотя бы я буду новые какой-то служение позиция хотя бы я не но но какой-то я не пропущу хотя бы раз мы делу я буду рады на ночной молитвы я не пропущу чтобы недели прошла чтобы я не объем на служение или вы должны для себя иметь какой-то свой минимум который вам постоянно вас постоянно позволяет идти дальше жажда больше достигать больше только так мы можем дойти до конца и наследовать обетование и среди сасисусом а то мы можем быть спасены сегодня и завтра идти в ад конкретно потому что адрианы если вы умрете без иисуса вы идете в ад не смотря на то что вы служили иисусу вчера то есть вчерашнюю дела спрещерашнюю жизнь не считается важно каком состоянии ты будешь когда придешь то идти туда и дать ответ так что рост 1 1 на настоящее просветание это умение постоянно а вы это когда жизнь твоя постоянно улучшается когда жизнь твоя постоянно двигается вперед поймите все ук а все что имеет жизнь растет все что имеет жизнь растет все что имея жизнь. Если мы с вами живем, будет движение вперед. Если у нас жизнь есть, мы живем, жизнь внутри у нас кипит духовно, мы будем расти духовно. Если у нас жизнь есть, и кипит жизнь социально, мы будем расти в этом. То есть все, что имеет жизнь, обязательно имеет результат. Он производит результат, он растет. Но когда ты перестаешь расти, это тебе колокол, стук, что слушаешь, что-то в тебе уже вымирает, клетки. Знаете, смерть не наступает однажды. Сначала клетка умирает, человек болеет, а потом уже наступает смерть, если он ничего не припримет, чтобы остановить процесс расложения. То же самое с нами духовно. Если мы видим, что с ОБАКС у меня уже нету результата, нету роста, нету плодов, нету движения, нету жажда, нету рвения, о, это уже смерть идет. И надо над собой работать, над собой остановить, говорить, о, нет, надо, это сигнал. Если что-то имеет жизнь, она будет расти, и расти постоянно. Но слушайте, наша наивность больше всего заключается в том, что мы, мы имем хорошие желания, мы наивны, на благо, то есть, думаем самостоятельно, автоматически будут эти все прогрессы происходить. автоматически, автоматом. Да, на какое-то время она пойдет автоматом. Но, слушайте, жизнь христианская будет не на один год, иначе не на 10 лет, порой не на 20, порой не на 30. А, чтобы выйти в христе на высоком уровне, 30 лет, это надо уметь систематически строить свою жизнь с Богом. Аминь. Есть два фактора, которые влияют, которые могут давать рост. Я уже упомянул, но я более конкретно хочу говорить о росте. Рост может, на рост может повлиять как духовный фактор, так и естественный фактор. То есть, рост и просветание, духовный фактор, это когда благодать. Мы говорим благодать, я молюсь, благодать приходит. Это хорошо, это духовный фактор, Бог помогает. Помазание приходит. Или мы приходим в церковь, пастор, накачал нас, проповедовал, слово пришло за счет него, за счет его роста. Мы получаем докновение, мы получаем дух, мы получаем. И мы можем на этом жить, на этом протянуться за счет духовного, это самое. но, заметьте, то, что вы должны заметить себе, это то, что рост, который приходит от духа, его нужно уметь сохранить, поддержать через естественные механизмы. Допустим, когда я здесь в церкви, проставление, все классно, все здорово, я на высоте. Но когда я выходил из церкви, в метро, в трамвай, или в машину, совсем другая ситуация. А как, если, я помню, когда я только показывался, я вижу, выходил из церкви, все наоборот, тяжело. Я себе купил workman, как это workman, player. Купил себе player, когда я был молодым студентом. Я постоянно с playerом ходил. Я себе проповедка разогащаю, люди все говорили, они все что-то метро, а я player. И player, не какой-то Michael Jackson или кто. Нет, проповеды, расставления и так далее. Почему? Что происходит? Чтобы я не упадал из того, ну, снову я вверх, завтра внизу, я поддерживал себя. И дома у меня был магнитофон намного лучше. А когда были ситуации, когда у меня не было магнитофона, или, допустим, был магнитофон, но не было ни крестьянской музыки, ни крестьянской проповеди, ничего. Очень было тяжело поддерживать того уровня. Сам по себе тяжело поддерживать. Или когда у вас машина есть, вы выходите из серфи, включаете это самое, то есть это уже механизм, как вы можете поддерживать присутствие и рост. И есть разные физические вещи, которые вы можете делать, которые могут поддерживать рост. допустим, давайте возьмем финансовый материал, или как мы говорим, профессиональный материал, профессиональный материал, да? Давайте возьмем профессиональный материал рост. Допустим, мы все бизнесмены, или мы все просветаны, не мы все бизнесмены, но мы все хотим, чтобы Бог благословит. И мы приходим в церковь, молимся, это может действовать на рост. Помазание, мы молимся, Господь, благослови Господь, благослови это бизнес. Бог может действительно дать благословение клиентов, идей и так далее. То есть духовный фактор влияет на рост. И мы не можем от этого отрезать. Но после того, как мы помолились здесь, потому что многие из нас зачастую на этом останавливаемся. Они только и полагаются на то, что они молятся. Я не молюсь, я не молюсь. Все Бог делает, Бог сделает. Я верю, Бог сделает сюда. Я обязательно верю. Но что только, что ты веришь. Ты можешь молиться миллион лет здесь. Если ты не пойдешь на работу, ты загнешь там, в квартире и кровати, надо идти, надо построить систему физически, механизмы, чтобы после того, как ты молишься, благодать приходит, помазание приходит, чтобы ты мог пойти искать клиентов, пойти рекламировать. Допустим, реклама, это совсем другой фактор роста, который влияет на рост бизнеса, ты с одной стороны можешь молиться и иметь результат, но чтобы поддержать этот результат, чтобы это поможет, но чтобы эффект, максимум эффективности было, надо найти тоже физические измерения, физические, это самое, чтобы делать. Допустим, есть неверующие люди, которые только действуют и строят свою жизнь на то, что они упражняются или строят, но опираются только на физические факторы, которые влияют на рост, и они не получаются, потому что они уделяют внимание максимально на это, они механизмы все ставят на место на 100%, и они даже не молятся, и все равно уникли результат. Почему? Потому что они делают свое дело хорошо. Поэтому мы, как духовные люди, мы можем перегнать и делать любое дело лучше, чем любого неверующего, потому что у нас есть два источника. Мы можем от Духа получить откровение, ведение, понимание, и еще хорошо, профессионально делать, но беда верующих людей в том, что мы все полагаем только на Бога, чтобы Бог делать для нас то, что мы должны делать. Вот почему 75% всех молитв верующих людей это трата времени, потому что мы за 6-ю молимся, вы знаете о чем? О том, чтобы Бог делать то, что Он просит нас сделать, или мы просим у Него, чтобы Он делал то, что Он сказал, что Он уже сделал. поэтому трата времени, но если мы будем молиться и идти делать руками своими, тогда, конечно, мы имеем большие шансы, чтобы постоянно иметь рост и просветание. следующее, что я могу вам сказать о росте, это то, что настоящий рост начинается не внешне, не снаружи, а изнутри. Допустим, когда мы видим, что человек полный, или человек растет и толстеет, мы часто думаем, что он толстый, что он становится толстым, мы видим физические проявления, но на самом деле это вот жир, который набран, сначала был кушен, съеден, она как-то поглощена была где-то, она была съедена, то есть она пропущена внутри, а потом уже разошлось в тело, а потом уже человек начал расти, это не с одного дня он просто стал большой, то есть всякий рост, как и физический, вот такой, да, так и есть вообще, во всех, мы часто думаем, а, большая церковь, повезло, люди пришли, нет, знаете, почему люди пришли, потому что какие-то структуры было утверждено, поставлено внутри, что-то условие было создано внутри, но внутри было построено такие механизмы, что позволяет людей идти, людям идти и оставаться, и мы говорим, о, большое служение, это потому что что-то уже было построено изнутри, это вот, потом уже мы видим уже просто как следствие внешнее большие служения, поэтому я говорю пасторам, сначала созидайте ваше личное отношение с Богом, построите все настоящий рост, будете после этого, не считайте, что большая церковь, это потому что кто-то уже пробился в Боге, что-то уже имеет победу в взаимоотношении с Богом, в духе, потом уже все это, это то же самое, что мы говорим, о, у вас сколько детей, пять детей, а вам повезло, кто, Бог вам дал пять детей, о, а у меня только один, слушай, чтобы было пять детей, надо с мужем жить, надо, чтобы была интимность, они жили вместе, хотят это, а тебя вообще нету, ни мужа, ни жены, и ты говоришь, что я буду пять детей, откуда у вас, должно быть внутрь, сначала изнутри, что-то, какой-то близость, вот, внутренний фактор влияет на внешний, внешний фастер, короче, что я имею ввиду, вы имеете бизнес, который приносит вам тысячу долларов в месяц, или который имеет только десять работников, и вы хотите, чтобы этот бизнес рос, и чтобы оно начало принести вас сто тысяч долларов в месяц, и чтобы у вас было сто работников в месяц, вам надо начинать из процесса расширение роста, не набирая людей, нет, а из того состава, который у вас есть. Может быть, вам надо сделать лекси для них, повышенные квалификации, может быть, вам надо повысить их навыки, вам надо научить, как пользоваться за компьютером, чтобы можно делать работу пять человек за, ну, пять минут, допустим. Что вам надо изнутри, надо изменить сначала внутреннее содержание людей, чтобы они могли произвести больше фруктов, результата плодов. Надо изменить состояние, допустим, Иисус говорил, это легче, когда в Библии. Иисус говорит, хочешь новое вино, поменяй сначала это бутылку, мехи, поменяй вихи. Сначала надо разлить старое. Вин, вы, расширь мехи, или восемь больше мехи, тогда только будет у тебя новое вино. Ты не можешь пить, пока ты его не наполнишь. То есть, Иисус говорит, допустим, в этом же месте Он говорит за вино и говорит не то, что человек кушает и оскоряет его, а то, что изнутри его вида оскоряет слова, мысли и так далее. То есть, надо менять людей вот здесь. Хороший, суть в чем? Хочешь, чтобы у тебя был больше результатов внешних, сначала поменяй твое содержание, содержимое внутри старое, старое вино, выкинь старое вино. Расширь себя сначала, сделай себе мехи, ты есть мех, сделай свои мехи шире сначала, чтобы ты была способна принимать потом все новое, что будет. Знания новые приобретай, мудрости новые приобретай, навыки новые приобретай. Итак, рост, настоящий рост начинается именно внутри, а не снаружи. следующая истина, которая я хочу вам говорить о росте. Рост то же самое, что изменение. многие из нас мы хотим рост, но мы не хотим изменяться. Мы хотим изменяться. категорически не хотим категорически но я хочу, чтобы все было как есть, но я хочу жить лучше. Я хочу зарабатывать деньги, но ничего не принимая, что я раньше не пробовал. Я хочу продолжать вот так жить, чтобы мои деньги были больше. но я хочу ничего не делать, но я хочу хорошо жить. Я хочу больше бизнес, но точно как есть, было. А что менять? Я не знаю, что менять. Пока вы не измените что-то, ничего другое не ожидаете, чтобы быть прибавлено. Рост это всего лишь результат изменения. Рост допустим, если вы хотите чтобы церковь росла больше, она сейчас есть, надо структуру разрушить, которая была и построить новую. Значит надо делать что-то, которое вы еще не делали. Есть такая мудрость. Если вы будете продолжать делать все, что вы всегда делали, у вас всегда будет тот же самый результат, который у вас всегда был. У вас будет только такой результат. И если вы хотите что-то новое делать, начните припринимать новые шаги. Если вы начнете припринимать новые шаги, тогда вы можете ожидать, что какой-то новый результат будет, который у вас не было. невозможно чтобы мы начали делать то же самое, что мы делали и получать больше результатов, что мы раньше не получали. Чтобы иметь что-то новое, чего не было раньше, надо начать припринимать новые шаги, которые мы не припринимали раньше. Это все сложно или понятно? Допустим, если я не начну инвестировать деньги, если я не буду сеять или инвестировать или что-то куда-то, это абсурд мне ожидать, что кто-то будет мне какие-то платить каждый месяц. Я должен что-то делать. Допустим, это абсурд думать, что меня повысят на работу, если я не пойду набрать больше знаний, повышение какой-то левицы асказ какой-то я наберу больше. А не могу масштабы моего знания, все, это потолок. Ты уже больше этого не поднимешь пока ты не пойдешь на профессиональный учеб. Все, на этом я